Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Технический анализ, способы применения, а также знаменитую портфельную теорию. Как говорит непревзойденный мастер фундаментального анализа, капиталист, инвестор, меценат и благотворитель Уоррен Баффет, риск исходит от незнания того, что вы делаете. Давайте разберемся в инструментах, которые нам помогут обрести большую уверенность в принятии решений. Анализ актива, в нашем случае криптоактива, имеет целью дать инвестору точную оценку риска и доходности, что в свою очередь позволяет определить, является ли криптоактив недооцененным или переоцененным. В академическом мире считается, что есть два метода оценки актива. Первый метод – это фундаментальный анализ, который оценивает будущие доходы, денежные потоки компании. Фундаменталисты делают это, изучая экономические и отраслевые прогнозы и отчеты, анализируют отчетность и основные события компании, смотрят в динамике мультипликаторы и коэффициенты, и в итоге формируют свое мнение о перспективах компании. Это мнение обычно транслируется в то, что они считают корректной стоимостью актива, которая сравнивается с текущей ценой. Отсюда возникают рекомендации покупать, продавать или держать. Второй метод – это технический анализ, который оценивает прошлое движение цены актива. Различают два основных типа стратегий технического анализа – чарты, графики и механическая торговля. Поклонники графиков, так называемые чартисты, специализируются на анализе графиков цены актива, отмечая тренды и модели, чтобы на их основе спрогнозировать будущее поведение цены. Наверняка вы могли обратить внимание, что практикующие трейдеры, публикующие свои торговые идеи, подкрепляют свое мнение графиком, на котором указывают определенный уровень покупки или продажи. Поклонники механической торговли пытаются применить субъективные впечатления от поведения цены или тренда в объективные торговые правила, выражая их математически. К примеру, все торговые роботы являются ярким примером механической торговли. Давайте более подробно рассмотрим оба метода. Фундаментальный анализ Как мы уже выяснили, фундаментальный анализ предсказывает будущие доходы в скобочках денежные потоки компании. Корректная стоимость, которая сравнивается с текущей ценой актива, базируется на текущей стоимости будущих доходов или дивидендных выплат. Различают два типа фундаментального анализа. Первый – топ-даун, сверху вниз. Второй – ботом-ап, соответственно, снизу вверх. Используя первый подход, аналитики исследуют состояние экономики страны в целом, затем исследуют перспективы индустрии, в которой работает компания, а затем саму компанию. Прогноз верхнего уровня влияет на следующий и так далее. Прогноз снизу вверх, с другой стороны, начинается с оценки компании и заканчивается страновым экономическим прогнозом. На практике оба подхода комбинируются для нахождения слабых мест и возможных рисков. Ярким примером необходимости проведения такого рода анализа является текущая ситуация с российскими компаниями, попавшими под ограничительные санкции. Какой бы эффективной компания ни была, к примеру, Сбербанк, Лукойл или другие компании, наложенные внешние санкции в виде закрытия рынков сбыта и капитала, а также отток инвесторов, сильнейшим образом влияют на показатели и обесценивают стоимость компании. То есть, несмотря на соблазнительные финансовые показатели компании за прошедшие периоды, внешние ограничения лишают эти компании перспектив и, как следствие, являются стоп-фактором для принятия решения о покупке. Джей Б. Уильямс в 1938 году был первым экономистом, кто начал обсуждать фундаментальный анализ в своей теории инвестиционной стоимости. В соответствии с его работой, стоимостью актива является стоимость всех его ожидаемых поступлений. Если рассматривать криптовалюту, то мы должны в первую очередь рассматривать и оценивать базовый актив, стоящий за криптовалютой. Именно его развитие как бизнеса, его будущие доходы будут влиять на рост цены выпущенной им криптовалюты. Этот подход к оценке бизнеса со временем развивался и сейчас применяется в виде оценки денежного потока, дисконтируемого на стоимость капитала, то есть на стоимость заемных средств или альтернативной ставки безрискового размещения. Промежуточный вывод. Фундаментальный анализ смотрит на будущие денежные потоки и на будущие компании в текущих условиях. Путем сравнения корректной цены и рыночной цены выдается рекомендация продавать, покупать или держать. Однако нельзя оторвать будущее от прошлого. Поэтому давайте поближе рассмотрим технический анализ. Итак, технический анализ. Технический анализ оценивает имеющуюся информацию об изменениях цены актива в прошлом. Внутренние и внешние факторы, воздействующие на цену актива, техническим анализом не рассматриваются. Иными словами, технические аналитики в процессе анализа не интересуются фундаментальными характеристиками актива. Как указывалось выше, существует две школы, два типа технического анализа. Это работа с графиками и механическая торговля. Наиболее сложная часть работы с графиками это спрогнозировать будущее изменение цены актива. Этот анализ базируется на определенных моделях поведения цены в прошлом, оценке того, где цена находится сейчас, повторяет ли она поведение, и главное, где окажется в будущем. Стандартными моделями являются голова и плечи, треугольники, линии тренда и множество других. К механическим торговым стратегиям относятся работы с пересечением среднескользящих величин, выход из торгового коридора и другие. К примеру, стратегия пересечения среднескользящих величин заключается в том, что сигнал на покупку или продажу возникает при пересечении краткосрочной и среднескользящей долгосрочной и среднескользящей. При пересечении снизу вверх возникает сигнал на покупки, а при пересечении сверху вниз сигнал на продажу. Стратегия выхода из торгового коридора рекомендует покупать, когда цена актива растет выше предыдущего пика, и продавать, когда цена обновляет нижние значения за выбранный период времени. Необходимо отметить две характеристики использования таких стратегий. Первое, о чем мы уже говорили, игнорируются фундаментальные характеристики актива. Решение принимается исключительно из поведения цены в прошлом. Второе, частые механические сделки ведут за собой комиссии, которые трейдер обязан уплатить брокеру. Скажу иными словами, трейдер, использующий такие стратегии, заключающие сделки ежедневно, является мечтой любого брокера. Однако, несмотря на эти недостатки, технический анализ весьма популярен. Причины две. Первое, частое отсутствие фундаментальной информации в ежедневной торговле, когда все новости учтены, а новые не предвидятся. Вторая причина, это развитие компьютерных технологий и торговых программ со встроенными инструментами технического анализа. К примеру, построить график с любыми среди скользящими за любой период занимает всего секунды. И это порой сбивает с пути истинного портфельных управляющих, которые в принятии решений обязаны руководствоваться в первую очередь фундаментальным анализом, а уже затем техническим. Поясню на примере. Предположим, управляющий криптопортфелем, используя фундаментальный анализ, решил приобрести криптовалюту. Он оценил будущие перспективы индустрии, экономики и эмитента. Прогноз положительный. Но, как мы знаем, дневная волатильность по криптовалютам достигает 10 и более процентов. Следовательно, управляющий будет выбирать точку входа в позицию, используя свой арсенал технического анализа таким образом, чтобы купить актив по наименьшей доступной цене. В качестве альтернативы фундаментальному и техническому анализу можно предложить использовать портфельный подход или портфельную теорию портфолио-фиори, описанную марковицем. Итак, портфельная теория позволяет инвестировать в диверсифицированный набор активов с наибольшим доходом на единицу риска. Следовательно, инвестор может выбрать портфель с наивысшим доходом на определенный риск, зависящий от его предпочтений. Вы могли заметить, что многие брокеры предлагают портфели с разными доходностями и разными уровнями риска. Смысл портфельной теории заключается в том, что вы снижаете уровень риска своего портфеля, добавляя в него отдельно взятые активы. Однако, после ряда добавлений, новое добавление активов в портфель перестает влиять на общий риск. Риск, который может быть убран путем диверсификации, называется специфическим риском, а риск, который не может быть убран, называется рыночным риском. Понятно, что риск рыночного портфеля состоит исключительно из рыночного риска. В то время как оптимальный портфель зависит от доходности и риска каждого актива, входящего в портфель, при принятии решения о покупке должна быть учтена корреляция этих активов между собой. Проще говоря, инвесторы должны составлять портфели таким образом, чтобы получать либо максимальный доход на выбранный уровень риска, либо получать минимальный риск на выбранный уровень дохода. Многие инвесторы, не имея возможности изучать каждый актив пристально, вкладывают свои средства в такие продукты, как индексы биржи. Например, если взять рынок США, это рынок, это индекс S&P или NASDAQ. В качестве выгода, друзья, используйте все возможные инструменты для оценки актива. Принимайте решения и действуйте. Если вы правы, вы обязательно заработаете. На следующей лекции мы рассмотрим такой серьезный и весьма опасный инструмент, как маржинальная торговля. Спасибо.